Дочерь 19 лет, красивая, яркая девочка, недовольна своей внешностью. В чем проблема? Дело в том, что, еще раз хочу сказать, если человек не умеет мыслить, если человеку нужен объект поклонения, он всегда будет агрессивен. Он всегда будет поклоняться и повышенно трястись от того, что ему нравится, и всегда будет с презрением относиться то, что этому не соответствует. Внешность – это будущее, это идеал. Если женщина, так сказать, недовольна своей внешностью, значит, она зацеплена за будущее. Все. Значит, у нее проблемы с будущим, говоря простым языком. Если женщина презирает, так сказать, видение достойных, у нее проблемы с будущим. Если женщина только сидит перед зеркалом мажется, у нее проблемы с будущим. А как мы можем помочь? Очень просто. Нужно любовь поставить выше будущего. Значит, если у вас, вот, когда я начал говорить о будущем, один из самых главных факторов. Почему? Потому что, дай вам все, так сказать, земные богатства. Машина, дача, квартира, все желания исполняются, но завтра умрешь. Вот и все. И все удовольствие сразу закончилось, понимаете? Потому что, так сказать, лучше сейчас ничего иметь, но в будущем перспективу. То есть будущее – это колоссальная ценность. И поэтому у нас огромное искушение отказаться от любви ради будущего. И выздоравливает человек, когда он любовь ставит и ощущает, что она важнее будущего. Я когда начал заниматься целительством, у меня мировоззрение было вообще, так сказать, весьма исковерканное. Как мне помогли? Как только я вышел на эти структуры – диагноз «рак» и будущего нет. И вот я думал, к чему теперь идти? Вот в Библии нашел слово «левоззрение». И я просто почувствовал, что это намного важнее было еще. Я в этом состоянии прожил больше месяца. После чего все изменилось. И анализы на стекле изменились, и мое состояние, и моя судьба в конечном счете. Поэтому каждому из нас регулярно проверяют нашу жизнь. Каждого. Что для тебя важнее – любовь, божественное или будущее? Женщина выбрал любовь – все, будущее будет. Не сумел выбрать – извините. Поэтому если женщина красится перед зеркалом, это возможная проблема. Если унизили ее красоту, она простыла. Все будет нормально. Вот если она красится и дико переживает, что она не красивая, или при унижении себя, как женщина, начинает ненавидеть, вот тут уже проблема. То есть иметь – это еще не опасно. Опасно, когда ты не можешь потерять то, что ты имеешь, и ненавидишь, когда ты теряешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...